Это Надежда Васильевна пошла. Видите, как вот. Котумка. Что она набрала? Евангелие. Куда пошла? В школу. Позвали её с учениками вести занятия. Она учительница. Никто её не посылает. Сама. Зашла, благословилась, помолились и в путь добрый. Всё. Вот так. Ну, теперь пошла. Как говорят. Заботятся о людях. Хотели снять её в школе. Но она говорит, что там как бы не напугать. Первые дни сейчас пока установят всё. Там тогда пойдёт. А слава Божию. Никита пошёл, принёс воды. Пришёл к Надежде Васильевне узнать. Сейчас позвонит ей. В окно она увидит. Его. Вот, чтобы всё открыто. Надо нет воды. Домой принёс. А теперь надо узнать, ей вода нужна или не нужна. Как мы как утром смотрим. Вот так. Видите, сегодня у нас ролик записали. Ну, когда у них там была невредица какая-то. С Романом они беседовали. И Никита попросил прощения. Вот пишут, что беседа такая вредная, то другое. Глубже смотреть надо. Она уже есть. Мы даже считаем где-то отрицательное. Про Содом и Гоморру написано. А мы имеем это в виду. А вот плохо, конечно, жена Лотова непослушная, оглянулась. А Господь на это, например, опирается. И говорит, вспоминайте жену Лотову. Вспоминайте. Итак, когда апостол Павел говорит, первое послание к Коринфянам, 10 глава, 6-11 стихи. Он перечисляет неположительные герои. Неположительные, а именно отрицательные. Это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Это были образы для нас, достигших последних веков. Вот как надо рассматривать. И поэтому, если там разговор такой был, сейчас говорили, а Роман повторяет только, говорит, я упал с коня. Вот как хочешь, теперь так и понимаю это слово. Но смысл тот, что с духовного уровня пошатнулся и поступил не так. Но, слава Богу, перетолковывать не буду. Никита зашел долго там. Вот он с ведрами. Пошел. Я пока буду говорить о нем. Видите, он безотказный. Положительное-то качество тоже не надо забывать. Вот он пошел теперь. Я не буду смотреть другое, как идет, а именно как приходит. На улицу сейчас будет выходить. Колонка наша недалеко. И он к ней пойдет. Я говорил об отрицательных образах, которые Павел перечисляет, как они не веровали, и неверующие не вошли в обетованную землю, и как искали прихоти, и что с ними было. Вот так. И это надо брать для себя. Вот они это сделали. Башня Силамская упала. А Господь делает в конце последнее. Вот. Как они были походливы. Перечисляет. Вот как они, не будьте такими походливыми. Вы не думайте, что они были самые худшие. Вот те, которые считают, что даже ролик не надо было этот выставлять, то другое. Но это уже наше право выставлять, не выставлять. Я в этом вижу пользу. Пользу вот с этой стороны. Никита бы прощения не просил. А сейчас он встал на колени и заочно попросил прощения. Начинает Дом-2. Что такое Дом-2? Я даже не знаю. Но знаю, какая-то пакость. Что-то там делают. Тут все по писанию. Какие ответы, люди как смотрят, выявились, которые приходят. Ни фамилии, ни имени нет. И что-то пытаются, ни фотографии. Я их просто убираю. Они больше никогда комментировать не будут. Зачем темный человек для себя любую пакость, любое время говорит? Это делай там, где можно. Не на то место забрел. Я так понимаю. Я бы приходил, там ни имя, ни фамилии, ни фотографии. На чужих ресурсах бы что-то там говорил. Как это так? Вот я не вижу. Тут, оказывается, идет сколько чего. Сегодня, значит, что? 29-ое. Задпитки. 29-ое марта. Ну и время. 7.46. Это местное наше время. Если не покаетесь, все так же погибнете. Если бы разговора не было, никто бы это и не знал. Не знал бы, как это будет. Как выглядит. Еще арбузка пришла. Ну? Поели? Ну, сегодня их понесут сейчас на чердак. Там у меня пшеницы много для голубей. Кошки. Это они там вахтовым методом. Это рыжая. Ну, плоховато видно. Это белая. А вот он и Никита уже пришел. Вот он и заходит. Так. Ядро одного поставил. Другой в руке держит. На щеколду закрыть надо. Видите, он какой. Выходя на улицу, он помолится. Три поклона. Ну, я его спрашивал. Ну, как ты? Полезное есть у тебя? Нет. Нет. Полезное. Тут и он был. Так что, говорит, что совсем не полезно. Но не согласен с этим. Да, он кое в чем осознался. Вот этой своей грубости, хомовитости и прочее. Ну, будем надеяться. Такое дело. Вот он ушел. Никита сейчас придет. Вот он уже иду воды принес. А забыл, к нам несет Надежда Васильевна. Не тут остановился. Ты смотри, он еще идет-то сюда. Он совсем забыл. Включи свет. Свет включи. Пусть зайдет. Зайдет. Ну, давай, не туда. Назад маленько. Развернули. Он забыл. Забылся маленько. И улыбнулся, пошел дальше. Ну, вот, пожалуйста. Никита. Ну, Надежда Васильевна, то что-то готовит. То блины, то пьет. Дело в том, что у меня частенько такое же бывает. Я дверь открываю, только когда вспоминаю, что я не туда несу. Я обратно к Надеже Васильевне. Вот, Володя, видите, какое у нас утро. Ну, и все. Он поставит сейчас ведра. Никита. Вот это я его ухвачу сейчас, если он выйдет. Сейчас, может быть, зайдет. Еще пару слов взять с него. Ну, это сейчас, что долго его нету, это значит, он там выливает куда-то. Надежда Васильевна. Пока они уголь, вон, два ведерка у них стоят. Уголь ей приносят. Но, а она, золу мы уносим, она что-то другое. Утром приходит помолиться. Вот так. Через стенку живем мы. Вот. Вот он и Никита. Все. За. Давай мне его сюда. Ну-ка, Володя, зажги у меня свет. Здесь. Здесь зажги. Здесь у меня. Никита, подойди сюда. А сейчас там. Сейчас понесут этих кошек на шардак. Так, ты еще воду-то сюда к нам принес. Четыре ведра, там многовато будет? Да. У нас больше места нет для двух ведер. Зря, наверное. Надежде Васильевне. А, что, забылся? Забылся. Как говорит про этот, руководитель Рейган был. А его, который там секретарь, говорит, а Рейган такой же, как я. Говорит, зайду на кухню и стою. Ну, куда же я пришел? Смотрю на кухню, что, холодильник. Так, а вот куда я пришел-то. Зачем пришел? Вот такая история бывает. А что хвалиться-то сильно нечем. Вот это носится. Прячется. Ну, ладно, все. К этому добавить ничего не можешь? Нет. Тебя как Надежда Васильевна там встречает-то? Рада? Конечно. Всегда. Ну, она нас тоже на примете держит. Где еще починить? Надо, фурбашку отдал чинить? Нет еще. Отснимай. Да. Отдавай. Совсем. Тут порвалась где, чтобы не держала сильно. У нее пишущая машинка. Тут тоже запутался. Швейная машинка. Вот так. Вот наше сокровище книги. Тут у нас этот вот Красный Новый Завет. Впервые за 2000 лет в одном комплекте вышло толкование святых отцов вместе с этими... С откровениями. Вот оно вот здесь. Это у нас иконостас. Морковка готова, все лучше. Вот оно где. 752 страницы в каждом томе. 280 иллюстраций. 230 гюста водары и 10 классика. Так. Ну и однако все. Улица пустынная. Отошел. 26 января 2017 года, четверг. Всю ночь сильный буран идет. У нас называется Падера. Вот вышел там, видимо, Роман стоит. Что-то лопату не дали. А это Никита дальше отбрасывает. А вот здесь, около дома, Володя. Еще Роману-то ничего не дали. Вот он стоит. Скучает. Орлопат нет или еще? Пошел. Вон работник такой найдет. Наверное, железное есть. И вот утром в городе что, в окно посмотрел? Или даже как-то по радио, по интернету. Все. Непогода. А здесь нет. Непогода тебя касается. Вон он побежал, Роман. Видать. Ну, здесь Никита сейчас готовится на работу. Пробить. Сугробы целые намело. О, кто-то пришла. Вчера унесли рыжую там, где продукты хранится, мука. Это и появилась мышка. Володя все снес. И оказалось, что Бузка у меня тут отдельно даю, чтобы ей одни отобрали. Там есть отдельно. Рыбки там стараются. Ну. Вот так. Ну. А где у нас рыжая? Вот она рыжая там есть. И она там линолеум застана. На железных ногах там столы стоят. Там Володя спит наверху. Она у него там любит спать. А белая вот здесь. А ко днем. Ночью никак. А у меня здесь Бузка. Вот три кошки. И так распределились. А это книги сегодня отправляем. Новый завет. Трехтомник. Вот он как выглядит. Черные полоски. Это рисунки. Видать, они в полный лист. Вот Никита пришел. Теперь на работу идти надо. Я ухожу. Давай, Бог благословит. Я отсюда тебя благословлю. Выходит. Там у сарая. Кстати, при выходе поклонится еще. Вот вышел. Сейчас показываю, где он выходит. Вот он вышел. Видать, его пошел. Роман лопату взял. Даже дорожки нет. Видите, какой слой нанесло. Ясно, что не два сантиметра. Он ее рядом откидывает. Надо куда-то дальше откидывать. Дальше. Потому что это напротив ворот. Говорит, пока дорожку, а потом вот Никита идет. Пурга идет. Никаких. Шапку долой. Три поклона. Господи благослови. Вот вера православная. А не так, как я в душе верю. В душе это явное отречение от Бога. Отречение Христа. Вот пошел. Благослови его, Господи. Вот. Все. Сейчас мы его увидим, как он дальше пойдет. Вот там уже в тумане почти. Вот так. Вот он пошел. Вон там, видать, пошел. Вот это наш Никита идет. Вот мы по утрам насчитываем. Новый завет Блаженного Фефилахта. Это Роман Малыш. Вот так. Видите, как деревня. Все тебе касается. И природа, погода. Вот так начинался, да скворечники делаешь. А в городе неправильная жизнь. Бессовестная жизнь. Деревни так не воспитывают. В одной комнате за стенкой кухня и тут же ходят на двор. А какое там? Ну, что говорят? Слышимость-то сплошная. Я помню, уже большой был. Лет шесть было. Привезли меня в Барнаул. Я сильно болел желудком. Вот. Отец ушел. Днем-то где-то что-то там свои дела делает. А я утром, не знаю, сходил. Нет, туалет. А туалет в огороде. В частном доме это было. Как сейчас улица Победная называлась. Ну и сижу, в окно смотрю. И думаю, люди-то понимают, если я пойду куда. Как же это я пойду-то? Никак. Это никак. Так, вон там идет наш брат. Кидает. Вон кидает. Я до вечера сидел, пока отец не пришел. Что бы не придумали. Вот. Это Володя вышел. Вот отсюда сижу. И Господь как сделал. Какой обзор. Вот оно как. Сейчас еще. Утром молились здесь. Даже вообще не видно было. Сплошняком вот эти. Это снежинки так фиксируются. Вот они как. Сколько. Видать. Не видно там. На два метра буквально застилает пурга. Удивительное дело. Ну и еще до 15 февраля это Сретенские морозы. Первые это Рождественские прошли. Крещенские прошли. И теперь Сретенские. А за Сретенскими там уже все на спад пойдет. Зима будет позиции свои сдавать. Вот так. Все пока. Снег шестью. 28 января. Это Володя Фрес. А там помогает Никита. Ранее утро. Ранее утро. Еще темно. Освободить ворота для машин. Через дорогу переносит. А там пойдет в грейдер он разровняет. Володя снег таскает. Вот. Здесь собачки. Только покормил их. По ограде по своей пустил. Побегали они. Ну на шаг не отходит. Собачки. Собачки. Я говорю. Ты жди когда размякнет. Хотя бы тепло было. Нет. Лепит. Вот ее сюда таскает. Трудяга. Умные собачки. Куда пошли. Это они уже пошли туда. Дальше. Вот. А одна здесь сидит. Она не из их команды. Но прилипла. Боязливый такой. Видишь как? Жерсть ставим каждый день. Потому что тут стали машины ставить чужие. Вон там организация. К ним приезжают. Вот. Вот она организация. Там машины стоят. Но нам зачем они рядом здесь ворота закрыли. А сегодня 16 марта 17 года. Вот они собаки. Отсюда я их сейчас на улице был. Вот они где. подкормили. Собаки такие ласковые. Никогда никого не трогают. Даже не... Видимо, где-то они тут охраняют. Я двоих видел там бегают. Собаки даже кто это понимает. Так как мои калитки тут и колачиваются. Вот еще одна. Этот такой пугливый не допускает для себя погладить. А это вот самочка ногу подняла. Что-то темнеет. А что косится на него. Опасается, значит, соски у нее видать, какие длинные. Видимо, он обитый им похоже. Лапу поднимает. И опять его боится крутиться, а сама и он к калитке подходит. Это вот у них командир. Ухо повредили, что-то не совсем стоит. Это наш. Вот это уже реца, машины сейчас туда не ставятся. Отнимают друг у друга. Вот тут не тронули. Вот сколько их тут. Даже сейчас пять штук, а их много больше. Ну, вот это поджарилось еще тут. Буска моя тут. Ну, все. Вот, Володя вытащил уже жерсть тут. Закрывать надо. Я сходил собак покормил. Вон у нас все бегает. Все. Роман приехал как раз. Коротко. Вот так. Он через забор научился этот большой прыгать. А все, машина приехала, тут не было преграда, поставила, и говорит, заехать негде. Все. Все.